Мы начинаем третий, завершающий день 15-го Конгресса Общества онкоурологов с очень важного, на мой взгляд, заседания, посвященного крайне актуальной проблеме современной онкоурологии и лечению больных раком почки с метастазами в головной мозг. Надо сказать, что головной мозг является редкой локализацией метастазов почечно-клеточного рака. Однако эпидемиология метастазирования в головной мозг в последние годы существенно меняется. Если в исследованиях 20-30-летней давности метастазов в головной мозг встречались менее чем у 1% больных, как правило, являлись множественными, и более чем у 90% пациентов сочетались с метастатическими очагами других локализаций, то в последних сериях наблюдений этот показатель достигает 5-7%. При этом у каждого пятого больного диагностируются солитарные метастазы, как супра, так и инфратентериальные. По-прежнему большинство пациентов имеют, помимо метастазов в головной мозг, метастатические очаги других локализаций. Но всё чаще мы сталкиваемся с клинической ситуацией, когда появление интракраниальных метастазов является единственным признаком прогрессирования опухолевого процесса у пациентов, которые имеют длительный контроль над опухолью, достигнутой на фоне современной лекарственной терапии. То есть, так же, как и при других солидных опухолях, которые пережили революцию в области системной лекарственной терапии, больные с метастазами в головной мозг стали доживать при раке почки до метастазирования данной локализации. Надо сказать, что до последнего времени нейрохирургический метод оставался единственным эффективным видом лечения, который позволял увеличить продолжительность жизни этой сложной категории пациентов. Однако появление новых методов нейровизуализации, планирования, появление новых методов и видов лучевой терапии коренным образом поменяло наше представление о возможностях лечения метастазов рака почки в головной мозг. И, самое главное, изменились наши представления о прогнозе этой категории пациентов. К сожалению, критерием исключения из большинства исследований, направленных на изучение лекарственной терапии при почечно-клеточном раке, являлось наличие интракраниальных метастазов. И наше понимание того, как работают современные методы лекарственного лечения при интракраниальных метастазах, очень размыты. Нет стандартов лечения рака почки с метастазами в головной мозг, но, несомненно, ясно только одно. Лечение должно подбираться строго индивидуально, и в этом должна участвовать мультисциплинарная команда, которая сегодня присутствует в нашей студии и в своих кабинетах. К сожалению, у нас нет возможности собраться всем вместе. И я хочу вам представить наших участников секции по лечению метастазов рака почки в головной мозг, Александра Константиновича Носова, Али Хасьяновича Бекяшева, Андрея Владимировича Голанова и Алексея Сергеевича Калпинского, а также моего сопредседателя Валерия Ивановича Широкорада. Вся эта мультидисциплинарная команда, я надеюсь, сегодня позволит мне выработать тактику лечения моей пациентки, которую я и хотела бы вам представить. Симпатичная женщина 1957 года рождения обратилась в наше учреждение с диагнозом рак правой почки, с опухолевым венозным тромбозом правой почечной вены, нижней полой вены, правого предсердия. У пациентки имелись небольшие очаговые образования в легких, меньше 10 от 2 до 8 мм в диаметре, сопутствующие заболевания артериальной гипертензии мягкого течения. Больной в 2014 году была выполнена радикальная нефрактомия справа, тромбоктомия из нижней полой вены и правого предсердия, гистологически верифицирован попилярный почечно-клеточный рак второго типа G3. И пациентку мы оставили под динамическим наблюдением, и в течение 29 месяцев мы наблюдали стабилизацию очаговых изменений в легких. Однако через 29 месяцев после операции у больной было зарегистрировано прогрессирование в виде увеличения очагов в легких до 10-25 мм, и больная начала лечение в рамках рандомизированного клинического исследования, получая пембролизумаб в монорежиме. Больная получила 35 циклов лечения. Согласно протоколу исследования, в течение 24 месяцев у больной продолжалась терапия, но через год после старта моноиммунотерапии у нее был достигнут полный ответ. Пациентка хорошо переносила терапию, был зарегистрирован гипотириоз первой степени тяжести, который потребовал коррекции с помощью гормонозаместительной терапии. На данном слайде вы видите, что, я вас не обманываю, у больной был действительно достигнут полный ответ по опухолевым очагам в легких. Однако через 11 месяцев после завершения терапии пембролизумабом было отмечено прогрессирование в виде появления новых очагов в легких 15-20 мм, и больной была возобновлена монотерапия пембролизумабом, которая позволила добиться стабилизации в легких. Больная прекрасно переносит лечение, и все было бы хорошо, но через 5 месяцев после возобновления терапии у больной появилась опухоль на затылке. Она обратилась к драматологу, драматолог отправил ее на обследование. На фоне обследования больная отметила появление слабости в левой руке и ноге, и результатом проведенного МРТ является диагноз метастазы в головной мозг. У пациентки имеется метастаз в теменной доле справа, 1,2 см зоны перифокального отека. Очень характерная картинка для метастаза рака почки. Кроме того, у больной имеется метастаз в левой затылочной области с деструкцией затылочной кости. И я хотела бы обратиться к Александру Константиновичу Носову. Показано ли удаление метастазов из головного мозга моей пациентки? Прошу вас, Александр Константинович. Доброе утро, Мария Игоревна. Доброе утро, коллеги. Я считаю, что локальное воздействие на очаги в головном мозге в данной ситуации необходимо. И, конечно, надо обсуждать уже с узкими специалистами, какой вариант этого локального воздействия в этой ситуации выбрать. Либо это будет действительно лучевый вариант лучевой терапии, либо хирургического вмешательства. Спасибо. Александр Константинович, я вас прошу переходить к вашей презентации. Да, я перейду к своей презентации. Кому показано локальное лечение метастазов рака почки? Действительно, на сегодняшний день никаких стандартных подходов в этой ситуации нет. И, конечно, это обусловлено тем, что мы видим потрясающие эффекты лекарственного лечения, увеличение выживаемости этих пациентов. И в том числе на этом фоне мы видим изменение картины, в том числе метастазирование и течение самого опухолевого процесса у пациентов, страдающих раком почки. И, тем не менее, есть определенные тенденции, которых мы на сегодняшний день можем придерживаться при определении вариантов локального лечения этой формы заболевания. И первое, о чем необходимо сказать, что, конечно, мы говорим чаще всего все-таки о солитарных или олигометастазах, которые встречаются в порядка 13-15% в случаях метастатического рака почки. Определение солитарным или олигометастазам было дано в 1995 году. И они могут быть как синхронными, так и метахронными. И тот арсенал методов локального воздействия, которых у нас сегодня есть в руках, это хирургическая метастазоктомия традиционно, это различные варианты абляции и в том числе различные варианты лучевого воздействия. Основными целями, которые мы хотели бы видеть при применении этих методов, это улучшение, естественно, онкологических результатов, что, к сожалению, на сегодняшний день весьма спорно, и профилактика лекупирования симптоматических проявлений, что и является, наверное, основным на сегодняшний день при выборе данных вариантов лечения. Наверное, один из последних таких крупных метаанализов, который был проведен, был опубликован в Ланцессе в 2014 году. При оценке достаточно большого числа литературных источников, более 2,5 тысяч, было выбрано всего лишь 16 исследований, которые удовлетворяли критериям, которые ставили исследователи. И вот в частности из этих 16, только в 6 исследованиях, было продемонстрировано убедительное преимущество метастазоктомии, причем обязательно полной метастазоктомии. Вот это классификация, когда мы выполняем либо полное удаление всех метастатических очагов, или когда мы удаляем все только частично, ну и плюс, конечно, сопровождающаяся палеотивной нефрактомией. И вот полная метастазоктомия демонстрирует достоверно лучшие результаты по сравнению с частичной метастазоктомией. И понятно, что полная цветоредукция имеет гораздо большие онкологические приоритеты по сравнению с частичной. Поэтому это еще один признак, по которому мы должны отбирать больных на локальные методы лечения метастатического процесса. Локализация метастаза также имеет значение. Мы традиционно знаем, что солитарные метастазы, особенно метахронные метастазы в легких, являются благоприятной областью для различных вариантов воздействия, и прежде всего хирургического. Понятно, что симптоматическое воздействие при метастазах в кости также является важной задачей. Ну и еще один момент, что глондулярные метастазы, в том числе метастазы в поджелудочную железу, в щитовидную железу, при хирургическом и полной цветоредукции демонстрируют достаточно высокий уровень пятилетней выживаемости, более 50%, что, опять же, делает этих пациентов приоритетными для выполнения локального воздействия. Следующий фактор – мы понимаем, что мы хотим каких-то критериев, прогностических критериев для отбора этого пациента для локальных методов воздействия. И, к сожалению, на сегодня мы пока имеем, по сути, только те же самые критерии хорошего промежуточного или плохого прогноза, которыми активно пользуемся. И, в частности, вот в данной работе, которая была еще опубликована в 2008 году, использовать классические критерии Моцера, которые демонстрировали свою прогностическую значимость для полной метастазоктомии у больных с метастатическим почтноклеточным раком с метахронными метастазами. Понятно, что на сегодняшний день мы пользуемся более современными критериями, прогностическими системами. И, в частности, конечно, основное исследование, на которое мы все-таки сегодня должны в этой ситуации опираться, это исследование Кармена, где было показано, что пациенты с плохим прогнозом и пациенты с промежуточным прогнозом, конечно, не имеют преференции в области хирургического или локального воздействия. И выживаемость, как минимум, у этих групп пациентов идентична с хирургией и без хирургии. Сегодняшняя лекарственная терапия, она, конечно, позволяет достигать не худших результатов, не подвергая пациентов достаточно серьезным хирургическим воздействием. При этом при субгрупповом анализе, когда оценивали различное число факторов риска в группе промежуточного прогноза, было продемонстрировано, что при наличии одного фактора риска среди всех пациентов с промежуточным прогнозом результаты хирургического лечения все-таки были достоверно лучшие по сравнению… не достоверно, извините, лучшие по сравнению с теми хирургического лечения не было. Тем не менее, наверное, пациенты в промежуточном прогнозе, имеющие только один фактор риска, также могут рассматриваться как кандидаты для локальных методов воздействия. Суммируя все на сегодняшний день, наверное, это все собрано в наших рекомендациях, и если цитировать европейскую рекомендацию Ассоциации урологов 2020 года, та область, где мы можем применять локальные методы, это контроль локальных симптомов у пациентов хорошего прогноза при возможности полной метастазоктомии. Опять же, не идет разговор об улучшении онкологической выживаемости, а в основном мы рассматриваем вопрос локального контроля симптомов, и в том числе возможность применения лучевых методов лечения при метастазировании в кости, головное место, что эффективно купирует симптоматические проявления, а также осуществляет хороший локальный контроль. В конце буквально несколько слов о клиническом случае он у каждого есть. Это пациентка 43-х лет, 20-летний опыт лечения метастатического рака почки, пациентка была прооперирована по поводу образования до 5 см в диаметре, это была стадия Т3А и 0,0 на момент операции, к сожалению, через 10 лет мы увидели прогрессирование, появление метастатических очагов в легких, пациентке было проведено хирургическое удаление этих метастазов и регионарная перфузия, химиоперфузия, стабилизация до 2019 года, и в 2019 году мы видим прогрессирование в забрюшинном пространстве в зоне резекции, в зоне нефректомии, а также появление двух очагов контрлатеральной почки пациентки, было выполнено лапароскопическое удаление данных очагов рецидива, подтверждено наличие метастазов светлоклеточного рака, а также была выполнена радиочастотная лапароскопическая абляция очагов контрлатеральной почки. Затем до 2013 года, в течение года, была ремиссия с последующей прогрессией, в связи с чем пациентке была, в частности, появился очаг в поджелудочной железе, и была пациентка назначена системная терапия с унитенибом, и мы видим, что до 2015 года продолжалось лечение, пациентка достаточно тяжело переносила подобную терапию с выраженной депрессией, и было принято решение, учитывая длительную стабилизацию и полный регресс двух контролируемых очагов, перевести пациентку под наблюдение, и пациентка оставалась без продолжения лечения в течение двух лет. Конечно, мы через два года видим прогрессирование заболевания, была заболевана терапия с унитенибом в доме 50 мг, и мы видим опять частичный ответ, ряд очагов, полный регресс, однако другие очаги имели прогрессирование пациентки. В связи с этим была выполнена криоабляция очагов в контролатеральной почке под КТ-навигацией, а также лучевая терапия очага, который располагался на плевре, имел достаточно большие размеры, проведена лучевая терапия в дозе 27 грей с оценкой эффекта последующих с тестичным регрессом. На сегодняшний день пациентка находится в ремиссии, лечения не получает, и, наверное, это благодаря тому, что мы не все еще понимаем, и в том числе в иммунном ответе мы проводили работу, которая продемонстрировала, что действительно аблятивные методы лечения являются триггером запуска иммунного ответа по всем компонентам клеточного иммунитета, и что, наверное, имеет определенные перспективы. Конечно, такие пациенты есть у всех, но основная задача выделить как раз ту группу, которые методы лечения могут давать хороший эффект и обеспечивать хорошую онкологическую выживаемость. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Александр Константинович. Очень интересное сообщение. И, в принципе, все мы хорошо понимаем приблизительные критерии селекции кандидатов для метастазоктомии, но должны ли мы пользоваться такими достаточно жесткими критериями, когда речь идет именно о метастазах в головной мозг, жизнеугрожающих и угрожающих качеству жизни в опухолевых очагах. И мне хотелось бы узнать мнение нейрохирурга Алих Асьянович Бекяшев, профессор, руководитель отделения нейрохирургии, медсинкологии имени Блохина. Но прежде чем вы выскажите свою широкую позицию, я прошу вас, возьмите мою пациентку. Метастаз в семенной доле достаточно глубоко, но он же маленький. И метастаз, прорастающий в затылочную кость. Может быть, вы возьметесь вылечить мою больную? Доброе утро, уважаемые коллеги. Марина Георгиевна. Ну, к сожалению, картинки очень мелким форматом были и полного экрана не было. Но здесь нужно учесть несколько моментов. Если в пациентке проводился стероидный тест и неврологическая симптоматика была купирована, то есть восстановились движения в ноге, в руке, тогда мы можем обсуждать вопрос, учитывая небольшой размер метастаза, учитывая глубинное расположение. Вопрос стереотоксической радиохирургии. Об этом больше расскажет Андрей Владимирович. Но мы нередко видим такие ситуации, когда стероидный тест отрицательный, то есть 5-7 дней стероидной терапии и динамики неврологической симптоматики нет. Тогда мы возвращаемся опять к хирургическому лечению. И современные технологии позволяют это сделать и достаточно безопасно, качественно, с сохранением функционального статуса. А при удалении метастаза уменьшается отек, и соответственно неврологическая симптоматика регрессирует, которая была на момент наличия метастаза. Что касается в затылочной кости метастаза, то здесь технически не представляет никаких сложностей удалить этот узел и, в общем-то, продолжить дальнейшую системную терапию. Хасьянович, я пойду проводить стероидный тест, а вас я прошу перейти к вашей презентации. Я хотел бы сказать несколько слов о хирургическом лечении церебральных метастазов рака почки. Предыдущие доклады великолепно показали эпидемиологическую составляющую по данным канцерегистра Соединенных Штатов составляет порядка 3-6%, это на 2018 год, и в количественном соотношении это порядка 65 тысяч новых случаев диагностированных в Соединенных Штатах. Хочется отметить, что метастазы рака почки в головной мозг входят в пятерку наиболее часто метастазирующих опухолей, злокачественных опухолей в головной мозг. Особенностями церебральных метастазов рака почки является то, что это одиночные метастазы, они чаще имеют солидную структуру, преимущественно в больших полушариях, хотя встречаются и в субтентериальном пространстве. Большинство из них сопровождаются кровоизлияниями, это первое проявление, с которым иногда пациент приходит к онкологу, к неврологу, и первое проявление рака почки – это кровоизлияние в церебральный метастаз. Характерно также наличие выраженного перифокального отека и метастазы радиорезистент. Стандартные диагностические моменты – это выполнение компьютерной магниторезонансной томографии с контрастом в различных вариациях. Хотелось бы сказать об интересной методике КТ-перфузии, позволяющей оценить кровоток в метастазе. И если мы рассматриваем уже хирургию, то здесь нам очень важны функциональные исследования, в частности верификация двигательных, речевых зон, для того, чтобы оптимально спланировать зону хирургического действия. Конечно, морфологическая диагностика с иммуногенстахией и молекулярной биологией – это те три столпа, которые необходимо выполнить после удаления метастаза. И последние данные говорят о том, что молекулярный статус церебрального метастаза, он совсем другой по сравнению с первичной опхоли, то есть увеличивается количество хромосомных аберраций, появляются новые мутации, которые очень важны для проведения таргетной иммунотерапии. По нашим исследованиям глубина опхолевой инвазии составляет до 3 мм вещество головного мозга, а зона патологических сосудов, которую обязательно стоит резерцировать при удалении метастаза, может составить до 5 мм. Но предыдущий автор говорил о неблагоприятных, о факторах неблагоприятных прогнозов. И вот сочетание одного из трех из этих факторов приводит к неблагоприятным вариантам лечения. Ну, конечно, мы имеем большие, хорошие в лечении метастазово-ракопочки три направления. Это и хирургическое лечение, лучевая терапия, которая в настоящий момент набирает активность, стереотаксис, и системная терапия, которая на фоне таргетов уже активно используется иммунотерапия. Вот позволю себе представить обзор вариантов лечения. Это и хирургия с облучением всего головного мозга, хирургия с сочетанием стереотоксической радиохирургии. И в последние несколько лет набирает силы и показывает свою эффективность предоперационная лучевая терапия больших и гигантских метастазов ракопочки в частности. Показаниями являются солитарный метастаз, размеры метастаза более 3 сантиметров, эпиприпадки, которые трудно поддаются лечению, грубый дислокационный синдром, который может служить угрозой жизни пациенту, внутричерепная гипертензия и отсутствие динамики при назначении стероидов при небольших размерах метастаза. Конечно, перед тем, как принимать решение о хирургическом лечении, мы должны оценивать статус пациента, возможности других методов лечения, статус опухоли, выживаемость и качество жизни. Хорошая подспорья, позитронно-эмиссионная томография, которая может оценить картину в целом, динамику прогрессирования или стабилизация болезни в целом, что позволяет адекватно спланировать лечение церебральных метастазов. На современном этапе наши технологии, наши возможности позволяют максимально безопасно удалить метастаз с использованием навигационных систем, с использованием электрофизиологического мониторинга, разрукового контроля. И в настоящий момент разработаны практически к любой точке головного мозга хирургические доступы, которые с минимальной травмой для мозга позволяют адекватно удалить метастаз. Но все наши действия направлены только на одно – это снижение осложнений смертности, подготовка благоприятного фона для дальнейшего системного лечения пациента с раком почки. Преимущество хирургии – это хороший локальный контроль, устранение масс-эффекта, возможность уточнения молекулярного статуса опухоли, и если он изменился, то планировать дальнейшую системную терапию. И быстрое устранение неврологического дефицита. Что касается хирургии, приведу работу наших корейских коллег, которые выполняли резекцию с захватом 5-мм перифокальной зоны и результаты хирургии, локальный контроль был гораздо выше в группе, где удалялась перифокальная зона. Наши данные также соответствуют, локальный контроль лучше контролируется, если метастаз удаляется единым блоком и перифокальной, переваскулярной зоной, что обеспечивает хороший локальный контроль и хорошее качество жизни у пациента. Комбинация хирургии с радиохирургией – это в настоящий момент золотой стандарт. И мы используем эту технологию. В последнее время стали использовать предоперационную лучевую терапию, о которой более подробно расскажет Андрей Владимирович. И несколько клинических наблюдений. Пациент с метастазом рака почки в теменной доле. Здесь мы видим перифокальный отек. Это, казалось бы, небольшой метастаз, который можно было хорошо облучить и получить прекрасный эффект. Но астероидный тест был отрицательный, и пирамидная симптоматика не регрессировала на фоне недельного лечения. Поэтому была выполнена операция, удален метастаз, и в течение 10 дней пациент фактически был без дефицита. Еще одно наблюдение. Здесь уже метастаз с кровоизлиянием, большой отек. У гемипареза 1 балл. И мы вынуждены были прибегнуть к хирургии, удалили. И в течение двух недель гемипарез регрессировал до 4-5 баллов. Мы не всегда видим, что поражаются только большие полушария или задняя черепная ямка. Бывают метастазы, которые возникают на основании черепа. Здесь мы видим разрушение крыла основной кости с давлением зрительного нерва. Пациент фактически слеп на глазах, и нам пришлось удалить этот метастаз с единым блоком, сохранив зрительную функцию, которая восстановилась в течение трех недель. Вот черная – это пластика дефекта твердой мозговой оболочки с свободным фрагментом жировой клетчатки из передней брюшной стенки. Ну и, собственно, потом пациенту была выполнена пластика, титановая пластина и продолжил пациент системную терапию. И вот здесь тоже вынуждены были прибегнуть к хирургии, потому что основной проблемой была ликварея. Здесь был дефект кожи и просачивался ликвар. Риск развития менингита и, в общем-то, печальных осложнений. Также пластика удалена, удален метастаз, и пластика выполнена свободным фрагментом жировой клетчатки из передней брюшной стенки и впоследствии была выполнена пластикой титановой пластины. Ну и, конечно, перспективы. Это персонализированное лечение, оптимальная продолжительность лечения и знание того, когда нужно изменить схему лечения. Адекватный выбор лечения для пациентов с сопутствующей патологией, с множественными метастазами. Ну и нельзя отрицать, конечно, важную роль хирургии в эпоху таргетной терапии. Ну и задача наша – это изучать механизмы резистентности и то, как это все преодолевать. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Олег Хасьянович. Чрезвычайно впечатляющие клинические наблюдения. Я вам честно скажу, аплодирую стоя. Но я успела сделать стероидный тест моей пациентки, и он положительный. У пациентки практически полностью регрессировала слабость в конечностях. И в таком случае я хочу обратиться к Андрею Владимировичу Голанову. Может быть, вы возьметесь за лечение моей больной? Владимир Владимирович с нами? Да, я пытаюсь войти. Да, добрый день, уважаемая Мария Игоревна, уважаемые коллеги. Спасибо за удовольствие участия в этой интересной конференции. Я думаю, что, конечно, эта пациентка наша. Конечно, мы с того, что взялись бы за ее лечение и будем ее лечить. Вот одно из... Я бы хотел показать как раз наш слушатель, который немножко похож на... Спасибо. Да. Вас не видим пока в вашей презентации. Не видно. Так видно? Нет? Да, прекрасно видно. Вас видно, слышно, слышно вашу презентацию. Спасибо. Так вот, я бы хотел, как бы, говорить, во-первых, за участие, во-вторых, за фактические введения в мою презентацию Олега Сяновича, который был в прекрасном случае. Это по поводу вашего наблюдения, вашей пациентки. Это наше наблюдение. Мы увидим, что этот больной лечили многократно. Лечили уже больше 9 лет. И видно, что на протяжении его жизни мы обучали этого пациента уже 4 раза. Дважды оперировали с нашими совместными коллегами-мирохирургами. И вот как раз отдельные моменты лечения пациента фактически отражают, что происходит с вашей пациенткой. Видим, что это было уже через несколько лет привычное лечение очага темной области с выраженным отеком, который впоследствии регрессировал на фоне радиохирургии. Мы видим самый большой очаг, который появился к возъявлению, потом был болен. И после этого была влечена зона, которая подлежала скорлему очагу. И видим также зачат похожий. Буквально в прошлом году мы лечили очаг, который лечили с помощью гиперфакционирования на киберноже. Такое, с последующим регрессом. Говоря про этот пациент более подробно, что на протяжении всех этих лет он находился в хорошем состоянии. Он, конечно, в сочетании его радиохирургии с таргетной терапией, с герой инструктивной жарисой, на сегодняшний день находится в состоянии в эмиссии, занимается активной своей жизненной позиции, он продолжает работать. И, в общем, фактически без дефицита нейрологического, несмотря на длительную и дробную историю. Уже были эти лет после начала нашего наблюдения. Ну, говоря в целом о проблеме, я не буду сомневаться обеактуальности, только скажу, что на сегодняшний день с сайта клическим обучением и ассоциативным выбором у пациентов с поражением инфрационерной системы, с анастатическим поражением инфрационерной системы, сайта клическим, он зиждется на определение и точное положение наше смешение в пространстве, на подведение, вот, в местных источниках, очень точное подведение на счет этой дозы неделищей энергии, с использованием сайта клической техники и с использованием навигации. Любые приборы, которые мы можем использовать для этого, они достаточно много, они могут работать и в режиме радиохирургии, когда они обучены с обучением за один сеанс, и в режиме инфрационерная. При этом мы пытаемся обладать высокую дозу неделищей энергии, с минимальным обучением окружающей ткани и с минимальной эффективностью нашего лечения. И на сегодняшний день известно, что радиохирургический эффект он упоследуется, когда высокую дозу, более 10 грей, как положено за один сеанс, подводим, но она упоследуется путем различных медианых механизмов. И очень важно, что на сегодняшний день мы меняем концепцию, так называемые 4Х, когда происходит восстановление после облучения, не можем говорить про 5, а в том числе мы говорим о воздействии на сосудистые русла, мы говорим о задействии и воздействии на иммунную систему, в том числе и локальную иммунную систему, и метриклеточные процессы при радиохирургическом воздействии. И здесь очень важно то, что это позволяет нам лечить всего лишь диопатологические очаги любого размера, от самых маленьких, которые мы можем лечить по данным магнезанной фотографии до полумиллиметра, и до очень больших очагов. Понятно, что радиохирургии мы имеем ограничение путем воздействия на большие очаги, когда риск однократно поведен с высоким риском отлучивных осложнений, то есть отлучивных микрозов, и поэтому все больше и больше имеет значение это гипофакционирование, когда мы дозу то же самое высокое, но взяли на место фракции. И при этом у нас есть возможность лечить и очаги большие, и множественные большие очаги, и те очаги, которые расположены вблизи, которые особенно чувствительны, как комментирующие энергии, повреждения лучевого, в частности, длительность пути. Также можно отметить, что современные методики динамического облучения позволяют безопасно для пророчек тканей дать высокие дозы, очень большие очаги, в том числе очень сложный локализат, в виде очаг, который очень похож на то, что показывал Алий Хосянович, но на сегодняшний день мы можем так же эффективно его обучить тоже, без, еще раз говорю, без фридиодных, после чего сложили в дальнем периоде времени. Говоря о том, что вообще проблемы, надо отметить, что, конечно, космические точки уголовного мозга, они значительно ухудшают прогнозы, это было не раз показано, и, конечно, это выбор, особенно при больших очагах, при наличии гипертензии черепной, является их удаление, последующим, наверное, облечением зоны места очага. И при этом проблема еще также в том, что эти очаги и вообще администрация зеркополучка, они дезисцентны стандартной лечевой терапии. И все больше и больше мы говорим о том, что, тем не менее, локальное воздействие, когда они несут их доз, реализующий энергии более 4-5 евре за одну фракцию, позволяет эффективно реализовать их рост. Многократные примеры приведены были в литературе, уже показывалось ранее на этой конференции, мы приведем еще несколько примеров, ну и скажем о том, что на сегодняшний день фактически лечение радиохирургических поступков является национальности выбора у пациентов, у которых нет нередичной гипертензии, и у которых даже множественные очаги имеют место быть. При этом большая щаги являются проблемой. Для этого у нас показывается методом фракционирования, который все больше набирает сил, и все больше пациентов лечится этим путем. Ну и также предеперационная радиохирургия, которую уже поняли, Косянович. Действительно, в сегодняшний день мы можем даже за одну дозу висит облачение в большом очередном, и при этом достичь к тому же дата без риска ухудшения состояния больного, поскольку в этот же день и на следующий день будет удален. Как раз, нужно отлаборация нашими коллегами-нерехирургами для этого. И также очень важно, что сегодня мы не говорим о радиохирургии, пока чисто в методе, потому что все время мы говорим о комбинации радиохирургии с иммунной терапией и с таргетной терапией, которая сегодня, конечно, комбинация является выбором 5% с анестатическим упражнением головного мозга. Говоря о нашем материале, можно сказать, что в нашем больнице где наши пациенты отделения радиохирургии в медицине и бурденке имеют очень большой удельный вес. Практически треть больных в речении радиохирургического лечения и четверть больных, которые проходят в лечении в отделении радиохирургии в разных режимах акционирования. Это наши общие результаты. И мы очень много среди наших больных в медицине и вне страны что именно больным с раком почты как буквально 200 центов наш материал, он освещен в этих статьях. Вот конкретно то, что можно сегодня сказать. О том, что я наживаю с этих больных, мы говорим о больше, чем 500 пациентов, достигло где-то больше 10 месяцев. При этом среднее число чайгов у одного пациента это парило до 4, до 30, причем у одного пациента максимальный объем суммарный объем для радиохирургического лечения состоял в среднем до тех 9 и главная оптимальная доза лечения 22 грея. Среди негативных факторов это ухудшение общее состояние и большой суммарный объем. Среди осложнения можно отметить скучевые микроскопы, которые не более 6% с зарубленными данными, ну и у этих больных было лечение перифокального отеку, что может фолирус в общей стороной терапии. Важно, конечно, начать для оживления не таргентной терапии. У наших пациентов показано, сколько больные с коре-химиотерапией, таргентной терапией особенно, имеют преимущество выживания, выживаемости, потому что они не проходили по тем иным причинам данное лечение. И то, что повторное проведение повторных манипуляций, повторной антихирургии, также является благоприятным патрумом пациентов при их наблюдении на этом протяжении времени и в последующем приводит к тому, что больные даже при повторном обучении сохраняются наше удовольствие по числу жизни и продолжают жить и живут дольше через стандартных пациентов. Это похоже, как на случай Олега Васильевича, в другой случае именно используют гипопорционирование упоминного статического поражения рака почки в основании черепа. Видно, насколько изменилась ситуация и ремиологическая, и клиническая через буквально через несколько месяцев после лечения на фоне препаранимина на кубернаджет. И другой пример также похожий с очень большой опухолью. Мы видим порядка 100 кубиков объем и тем не менее регресс кортины через продолжительность жизни сохраняется через больше чем 4 года после проведения лечения. Возможно, то, что мы включили для интерпоминальных поражений и для поражения костей, что было, но также характерно и для другой локализации. В частности, радиохирургическое лечение и для спинальной и инфрагулярной метастазы, в частности, германного пациента также субтитров субтитров рака почки и регрессом его и регрессом синхроматике через несколько месяцев после проведения лечения. Таким образом, можно сфотографироваться, что на сегодняшний день радиохирургии является методом выбора, в том числе больных для защиты вражения головного мозга и раки почки, при этом имеет значение то, что на сегодняшний день последние стандарты на том, что это не только благоприятный пациент, но и те пациенты, которые вновлены очаги, те, у которых индекс поражения достаточно низкий, все равно мы их не спасаем, но продолжаем увеличивать при сравнении ее качества. Таким образом, мне кажется, что комбинация наших методов с тагерной терапией является методом выбора, оговориться для тех больных, которым не показано прямое хирургическое решение, когда мы спасаем пациента, не можем улучшить его качество жизни непосредственно путем хирургической манипуляции. Спасибо вам за это внимание, коллеги. Андрей Владимирович, спасибо за феноменальный доклад, который продемонстрировал нам спектр. В общем-то, я, наверное, не преувеличу фантастических возможностей радиохирургов в отношении лечения рака почки с метастазами в головной мозг. Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность принять участие в нашем мероприятии, но все-таки концептуально всю стратегию лечения пациента, страдающего раком почки от момента установки первичного диагноза до последней линии терапии формирует онкоуролог. И сейчас я хотела бы предоставить слово Алексею Сергеевичу Калпинскому, обладающему значительным личным опытом и большими познаниями в области лечения метастатического рака почки, чтобы он обосновал онкоурологические подходы к ведению этих пациентов. Спасибо, Мария Игоревна, я приветствую вас, уважаемые коллеги. Итак, если вкратце, выживаемость больных раком почки, конечно же, зависит от того, где расположены метастазы, и больные с метастазами в головном мозге живут хуже всего. В связи с этим было проведено огромное количество работ, о которых уже говорили мои коллеги, пытались использовать и стереотоксическую лучевую терапию, и облучение полностью головного мозга, смотрели, как меняется выживаемость больных в зависимости от количества метастазов, но, тем не менее, результаты были весьма и весьма низкими, выживаемость была низкой. Конечно же, со временем феологическое лечение продемонстрировало лучшую показатель выживаемости у тех больных, которые не получали ранее никакой терапии, но, начиная с 2005 года, мы вступили в эру таргетных препаратов, которые продемонстрировали значимое улучшение выживаемости наших пациентов. Сейчас выживаемость без прогрессирования увеличивается уже до года, общая выживаемость увеличилась уже более двух лет стала, но, как мы сами знаем, одно дело клинические исследования, где идеальная группа пациентов подобрана, другое дело реальной клинической практики, где выживаемость видите, значительно хуже, которая в два раза хуже, чем в этих адемизированных клинических исследованиях. В связи с этим были изучены эффективность таргетных препаратов у больных с наличием метастаза в головном мозге и другой группы, более сложной, из реальной реальной клинической практики. В частности, первый препарат, который появился, это был препарат сарафенип, и вы видите, что его использовали в двух программах расширенного доступа, это программа европейского расширенного доступа и североамериканского. Вы видите, здесь было 28 больных в европейской, 70 пациентов с метастазами в головном мозге включено в американской программе. И вы видите, что в данном исследовании было показано, что у этой группы пациентов сарафенип работал и даже работал лучше, чем в других группах пациентов с часто с метастазами в печени и в легких. В этой работе медиана выживаемости была около 7 месяцев, но тем не менее это низкий показатель. В исследовании Target, рандомизированном для препарата сарафенип, который первый появился, было показано, что количество пациентов, у которых появляются метастазы на фоне лечения препаратом, они все-таки были ниже, всего лишь 3% против 12% в группе плацебо. Кроме того, следующим препаратом, который появился, стал препарат Сунитениб. Возлагали на него также большие надежды и проанализировали эффективность его также в исследовании расширенного доступа, куда включили более 4 тысяч пациентов и 320 пациентов из этой группы это были больные с метастазами в головном мозге. Опять же-таки, была показана эффективность терапии с Сунитенибом, но она была ниже, чем в общей группе. Если видите, что медиана выживаемости в испогрессивания в общей группе было всего лишь около 10-11 месяцев, то для метастазов в головном мозге в 2 раза ниже, всего лишь 5-6 месяцев, соответственно. Также анализировали влияние обоих препаратов в одной из работ, опубликованной в 2011 году, куда включили 338 больных со светогречным раком почки, у которых не было ранее диагностировано метастазы в головном мозге и они появлялись на фоне лечения. Было показано, что группа пациентов, которые получали таргетные препараты, как серфениб, так и суниктениб, у них была в 2 раза ниже вероятность появления метастазов в головном мозге. В связи с чем стали комбинировать мультимодальный так называемый подход использовать, стали комбинировать стереотоксическую лучевую терапию, облучение всего головного мозга, локальные хирургические методы с таргетными препаратами и это дало, конечно же, свою эффективность. И в частности, вот в этом году был опубликован крупный метаанализ, посвященный этой проблеме, в него включили 7 исследований и почти 900 пациентов. Большинство пациентов получили из локальной терапии, видите, почти 68% стереотоксическую лучевую терапию, общее облучение всего мозга около 19%, 5% облучение всего головного мозга и стереотоксическую лучевую терапию и 10% хирургии. Только 3% находились под наблюдением. Вы увидите, что в этих работах также выживаемость общая была невысокая в среднем около 9 месяцев. Прононизировали, какие факторы оказывают влияние на выживаемость. В частности, прононизировали, влияет ли таргетная терапия на эффективность. Да, действительно, тирозинкеназные ингибиторы снижали риск смерти на 40%. Кроме того, тирозинкеназные ингибиторы улучшали локальный контроль на 66%, а в группе стереотоксической лучевой терапии были достигнуты наилучшие результаты в этом метаанализе и было показано, что добавление тирозинкеназных ингибиторов улучшало результат локального контроля на 81%. Таким образом, доказали целесообразность применения таргетных препаратов у этой группы пациентов на фоне других локальных методов воздействия. Интересная работа была опубликована в 2017 году, где анализировали экспрессию PD-L1 на опухолевых клетках, на иммунокопитерных клетках и экспрессию ЦМЕД у пациентов как в первичной опухоли, так и в метастазах. В частности, взяли метастазы в головном мозге и метастазы в поджелудочной железе. Оказалось, что для метастазов в головном мозге характерна высокая экспрессия МЕД. 35% пациентов имели эту экспрессию, в то время как в первичной опухоли этой экспрессии не было. В связи с чем в последующем появилось о эффективности тирозинкиназного ингибитора кабазантиниба и в частности вы можете найти большое количество работ, где описаны полные ответы на фоне лечения кабазантинибом. Пока больших работ не представлены, только единичные случаи, поэтому я думаю, что в отношении этого препарата и экспрессии ЦМЕД нам еще предстоит увидеть какие-то новые данные. Но мы, так сказать, не стоим на месте и уже начиная с 2015-2016 года мы вступили в новый ЭКВЕК, век иммуно-экологических препаратов, иммунных препаратов и здесь, конечно же, поменялась и парадигма лечения наших пациентов. На данном слайде представлены пять исследований, которые были начаты первыми, но не во всех этих исследованиях были включены пациенты с метастазами в головном мозге. Да, в этих исследованиях была получена хорошая эффективность выживаемости без прогрессирования и в некоторых из них доказано достоверное преимущество комбинации иммуно-экологических препаратов с таргетным либо иммуно-экологических препаратов с иммуно-экологическими, но, как я уже сказал, только лишь в трех из этих исследований включались пациенты с асимптомным течением с метастазами в головном мозге. Какие же это были исследования? Исследования Emotion туда включали больных, но, к сожалению, исследование достигло полноценной эффективности и этой комбинации незарегистрированной информации по лечению этой группы пациентов у нас нет. Исследователи No426 также пока нет данных по эффективности комбинации у пациентов с метастазами в головном мозге. И только лишь есть данные по исследованию Javelin-Renold-101, где оценивалась эффективность этой терапии у больных раком почки с метастазами в головном мозге. Отличаются ли пациенты с наличием интракраниальных метастазов и экстракраниальных очагов. Да, действительно есть гематенцифалический барьер, который препятствует развитию иммунного ответа, препятствует проникновению туда крупных молекул, и именно поэтому так не низкоэффективна таргетная терапия. Все дело в том, что антигенпредитирующая клетка должна, связавшись с антигеном, далее попасть в лимфоузлы, где уже происходит активация Д-клеток и активированные Д-клетки должны попасть снова в головной мозг и, соответственно, разрушить метастазы. Это в теории, но за счет у тех пациентов, у которых нет отдаленных метастазов, это проникновение осложнено. И те пациенты, у которых есть экстракраниальные очаги, в частности, как на правой половине слайда, вы видите, что здесь в тканях возможно проникновение антигенопредитирующей клетки в лимфатические узлы и, соответственно, далее вырабатываются активированные Д-клетки, которые могут попадать и в головной мозг в том числе и разрушать опухоль. А теперь давайте перейдем к исследованиям. Итак, единственное исследование рандомизированное, по которому есть данные по лечению комбинаций у больных с метастазами в головном мозге, это исследование Джевелин. Там было две группы. Группа сравнения таргетный препарат Сунетиниб и основная группа это комбинация Алилумаба с Аксетинибом. Соответственно, в этом году были опубликованы данные по группе пациентов с метастазами в головном мозге. В каждой группе было по 23 таких пациента. Их характеристика представлена на слайде. Вы видите, что 60% больных в группе комбинаций были промежуточного прогноза, 26% неблагоприятного. 52% пациентов были с позитивным ПДЛ-статусом. Надо сказать, что в этом исследовании основная цель была оценка эффективности именно у ПДЛ-позитивных пациентов. При оценке выживаемости без прогрессирования в группе Алилумаба с Аксетинибом медиана составила 4-9 месяцев против 2,8, но вы видите, кривые не расходятся и доставленных различий найдено не было. В отношении общей выживаемости медиана достигнута ни для одной из групп и, соответственно, также доставленных различий найдено не было. Единственное, что отмечают авторы, что кумулятивная частота развития новых метастазов на отметку в 18 месяцев составила 1,95% в группе Алилумаба и 2,93% в группе Сунетиниба, то есть чуть выше в группе Сунетиниба. Но исследования продолжились и, в частности, была показана в ретроспективных работах эффективность Алилумаба, что привело к тому, что было инициировано исследование Ниварен и результаты которого были озвучены впервые в 2018 году. Там была группа пациентов, которые получали Нивлумабу, то есть 3 мг на килограмм каждые 2 недели и там было 73 пациента со светлоклещенным раком почки с наличием метастазов в головном мозге. Авторы выделили две когорты пациентов. Когорта А это пациенты, которые не получали никакого локального воздействия, соответственно, стереотоксической лучевой терапии либо другой и пациенты из когорты Б, 34 пациента, которые получали локальное воздействие. В частности, вы видите, что из группы Б 85% больных получили сериотоксическую лучевую терапию, общее облучение головного мозга 12% и сочетание этих двух методик 3% соответственно. Количество метастазов в каждой группе вы видите преимущественно было по одному метастазу, 67 и 59% соответственно. Что же получили? Частота объективных ответов в группе без локального контроля, то есть именно эта группа нам интересно, работает ли иммуно-экологическая терапия у этих больных. Оказалось, что интракраниальная оценка, то есть только метастазы головномозги привела к тому, что частота ответов была низкой, всего лишь 11,8%. В то время как экстракраниальная частота объективных ответов была выше, состояла в 20%. Что касается выживаемость, то вы видите про интракраниальную выживаемость без прогрессирования в когорте медиана составила 2,7 месяца, всего лишь в когорте Б, где была локальная терапия и неволумап 4,8 месяца, соответственно, показатели выживаемости лучше. Но что касается экстракраниальной выживаемости без прогрессирования, то здесь различий не было, медиана была 2,8-2,6 месяца, соответственно. Общая выживаемость не была достигнута медиана ни в одной из групп, но вы видите, что кривые не расходятся. И это привело к тому, что авторы резюмировали, что применение неволумапа в монотерапии для лечения этих пациентов не показано, поскольку частота объективных ответов невысокая. Более того, 72% из когорты А это пациенты, которым потребовалась локальная терапия от хирургии до лучевой терапии и только лишь 21% в группе когорты Б потребовали такое лечение. Ну и резюмировать я бы хотел вот этим исследованием это исследование третьей фазы, исследование ЧЕКМЕЙ-920, очень интересное исследование, которое включило более 200 пациентов, там было несколько когорт пациентов, которые получали терапию неволумапом с эпилюмапом, причем неволумап используется в дозе 6 мг на килограмм, эпилюмап 1 мг на килограмм, каждые соответственно 8 недель и далее неволумап продолжали в режиме 480 мг соответственно каждые 8 недель и там было несколько когорт пациентов соответственно когорта вторая получила неволумап 3 мг иstawимап 1 мг это были больные не с клетчим а третья кагорта которая наиболее интересна нам это пациенты с клетчим и не с клетчим раком у которых были неактивные, то есть бессимптомные метастазы головной мозги, и эта группа пациентов получила комбинацию НИВА-ИПИ в стандартном режиме, 3 мг НИВА, 1 мг ИПИ, 4 введения и дальше монотерапия НИУЛУМАБа. В это исследование включили 28 больных, вы видите, что 64% больных это были промежуточный прогноз, 11% неблагоприятный прогноз, 93% были светлоклечные, 7% не светлоклечные. Было включено 14% пациентов с локомоторной деперсировкой и, соответственно, получили следующие результаты. Частота объективных ответов 29%, при этом это были частичные ответы, то есть уменьшение опухоли более чем на 30%. При этом была достигнута выживаемость без прогрессирования 9 месяцев, общая выживаемость не достигнута, но к одному году терапии почти 90% больных были живы без прогрессирования. Нежелательные эффекты были уже ранее собственно, доложенные в регистрационных исследованиях. Не похоже, Мария Игоревна, я бы вашему пациенту предложил, наверное, комбинацию. Я думаю, что комбинацию выиграет у всех из перечисленных выше методик. Похоже, будущее уже сейчас и в скором времени мы с вами видим результаты все новых исследований по комбинации как монокологических препаратов, так и с таргетами эффективностью этой группы пациентов. Спасибо за внимание. Игорь Иванович, надо сказать, что обзор блестящий, результаты, к сожалению, печальные. Но я хотела бы показать, что случилось, пока вы читали ваш доклад. Моей пациентке, как и обещал Андрей Владимирович, была проведена стереотоксическая лучевая терапия. При этом по ее завершении отмечена полная регрессия неврологической симптоматики. И больной, который длительное время получала монотерапию пембролизумабом, я все-таки назначила комбинацию линвотенибосавиролимусом. Посмотрим, поможет ли мне это контролировать экстракорониальные метастазы и сохранить эффект, достигнутый благодаря радиохирургам. В заключение мне хотелось бы еще раз сказать, что метастазы в головном мозге при раке почки развиваются редко, однако успехи лекарственной терапии привели к нарастанию частоты данной локализации метастатического поражения. Поэтому нам нужно менять наши алгоритмы обследования и наблюдения за пациентами, получающими современную противоопухолевую терапию. МРТ головного мозга не входит в наши стандарты, но, наверное, так же, как и при других солидных опухолях, уже переживших революцию в лекарственном лечении, нам нужно более тщательно наблюдать за больными, которые длительно имеют контроль над экстракраниальными очагами. Гемотоэнцефалический барьер резко ограничивает возможности лекарственной терапии, поэтому необходимо рассматривать возможности локального лечения очагов данной локализации и появление новых методов лучевой терапии, конечно, существенно меняет прогноз этой сложной категории пациентов. Больные, диссеминированные раком почки, которые уже получили локальное лечение метастаза в головном мозге, являются кандидатами для обязательного продолжения лекарственной терапии. И мне кажется, что в некоторых случаях даже можно рассматривать возможность продления предшествующей линии лечения, которая позволила добиться полного контроля над экстракраниальными метастазами. Валерий Иванович, я прошу вас заключить нашу секцию, которая, на мой взгляд, удалась. Спасибо большое. Приветствую всех участников нашей секции. На самом деле, великолепная секция, так же, как и ее председатель Мария Игоревна всегда. И профессионально, и внешне прекрасный человек. Но то, что касается секции, это очень интересная проблема. Наверное, на сегодняшний день в связи с развитием всей лекарственной терапии и достижения хороших результатов в общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования на фоне вот этой лекарственной терапии, метастазы в головной мозг действительно приобретают одну из ключевых моментов в плане прогноза для наших пациентов. И вот мнение экспертов, которых мы сегодня услышали, я, честно говоря, мягко потрясен результатами. И, естественно, у нас тоже есть опыт пациентов с метастазами в головной мозге. Один из первых больных в 2005 год с шести метастазами в головной мозг. Поэтому я думаю, что вот этот мультидисциплинарный подход необходим. То, что Мария Игоревна говорит о том, что обследование в виде и МРТ головного мозга должны включаться в профилактические обследования пациентов, находящихся на лечении метастатических, с метастатическим раком почки. Да, это, наверное, нужно рассматривать, и вы, как это скажете русскому, наверное, этот вопрос поднимете в перспективе. Поэтому я, в общем-то, очень впечатлен. Спасибо всем большое за это. А то, что касается вашей пациентки, я думаю, выбор лекарственной терапии, которую вы предпочли. Алексей Владимирович говорил немножко о другой схеме. Он, наверное, учел еще и морфологическую структуру опухоли у вашей пациентки, поскольку все работы были представлены по поводу светлоклеточного почечноклеточного рака. Насколько я помню, на старте вы оговорились о том, что у вашей пациентки был не светлоклеточный рак, а капиллярный рак второго типа. И это, безусловно, повлияло на выбор лекарственной терапии. Спасибо всем огромное. Рад был всех видеть. И спасибо за столь интересную секцию, которую вы сегодня преднам представили. Спасибо. Спасибо. И мы переходим к следующей секции. Борис Яковлевич. Борис Яковлевич.